Продолжим морфологический разбор Суры Аль-Фатиха, Открывающая. На прошлом уроке мы поговорили о первых двух словах Басмала, и имени Исмана. Мы остановились на разборе Исмана Джалала, имени Величия, имени Аллаха. Мы уже поговорили об этом имени, разбирая в первом уроке Аль-Си'аза, поэтому не станем все это повторять. Ар-Рахман имя по модели Фа'алан. Известно, что форма Фа'алан относится к тем формам, которые обозначают прилагательные упоподобленные имени действователя, причастию к действительному залогу. Подобные формы образуются от непереходных глаголов. Ар-Рахман, имя Рахман, Мушта'кун, Мин-Рахима-Ярхима-Аль-Мута'адди. А слова Рахман образованы от переходного глагола Рахима-Ярхима, значение проявлять милосердие. Кубинау Ху Мин-Аль-Мута'адди Ша'адзун. Таким образом, образование Рахман по модели Фа'алан, Лил-Мобалавати для усиления смысла, Мин-Рахима-Аль-Мута'адди от переходного глагола Рахима является как бы исключением, резким и редким явлением. Или как это разъясняют другие, можно сказать, Рахман – это Суфат-Аль-Мушта'бахдун, это прилагательное, уподобленное имени действователем. Так же как и Аутбан, например, и так далее. А глагол Рахима-Wain-Ка'ан-Мута'аддиян, даже если он является переходным, Сыфат-Аль-Муштаббата Инна-Матусагу Мин-Фи'алан-Лязмин – прилагательное, уподобленное Исму-Фа'алю, имени действователем, оно тоже образуется только от непереходного глагола. Однако, когда переходный глагол, то есть его значение становится подобным постоянно присущему качеству или врождённому качеству или свойству, то его уже можно использовать как глагол, обозначающий врождённое качество или постоянно присущее свойство. И поэтому его можно перенести от модели фаалис или фаалис кастры, или фаалис кастры, или фаалис кастры, по роду фаалис, дома вторая корневая буква. Для указания, что данное свойство или качество стало постоянным, как будто врождённым свойством и качеством. Как, например, арабы говорят, «факуха» стал следующим в вопросах исламского права. «Факуха» то есть «эсбахал фикху саджиятальнаху» Понимание в этих вопросах фикха стало как бы вражденным его качеством. В основе у нас был переходный глагол «факиха» – «понимать», в значении «понимать». То же самое и «факума» – измененное или перенесенное, преобразованное от переходного глагола «фахима» – «понимать». После чего от него уже образуется прилагательное, уподобленное имени действователям – «бисмин фааль». «Умислиху кассирин филикалам» подобного немалого в языке арабов – «мин тавсир тахлили ваттануир». Это было взято из тавсира «аттахлили ваттануир» или «бни Ашур» рахима Аллах. Дальше Ибн Ашур говорит «Ва инама юрфа хадат тахули би ахади амрайним». Подобный перенос или изменение «фааль» или «фааль» в породу «фааль» познается посредством одного из двух путей или обстоятельств. Первое – «имма бисама аль фааль аль мухавал митль факуха» или посредством, передаваемого от араба, используемого живого примера, измененного, преобразованного глагола, как в случае с глаголом «факуха», например. То есть «фикх» – знание исламского права стало подобным рожденным качеством в этом человеке. «Ва имма би вуджуде афарихи» или же посредством наличия живой речи арабу его следа, его следствия. То есть «образован от полученного преобразованной формы фауля прилагательно уподобленного имени действователя». Коим, как мы и сказали, являясь прилагательно уподобленной причастию действительного залога. «Митль», например, «митль балиган», как слово «балиган», красноречивое, например. «Ида сарат иль балагуту саджият ильноху», когда красноречие становится врожденным качеством человека. «Ма а адами ау киллати сама и балиган», несмотря на полное отсутствие или же малое, редкое использование в речи глагола «балигас», дамы вторых корневых букв. «Интаха каламу рахимаху Аллах». К этому же виду относятся и слово «рахман», так как от арабов до нас не дошло употребление глагола «рахмас», дамы, второй корневой буквы. Мы знаем только «рахима с кастры». «Интаха каламу рахимаху Аллах». Конец цитаты из Тавсиры ибн Ашура. Значит, «рахман» — это у нас «исман сулатир мазидун фиихи харфани фи ахри». Это трехбуквенное имя с добавлением двух букв на его конце, а именно «алифа и нуна». «сахихун салимун» и т.д. Однако среди ученых есть и те, кто считает по-другому, но мы сейчас ограничимся сказанным. Следующее слово, следующее имя — это «аррахима». Автор Тавсира «аль-Бахруль-Мухит» ибн Хайяна «аль-Андалуси» в рахимаху Аллах говорит. «Аррахима» — это форма, модель «фаилун мухавула мин фаалин мубайлоти», которая была образована, преобразована, перенесена или, скажем, изменена от формы «фаалин» в форме имени действователя «исмуфаалин» для усиления смысла, значит «рахим» — значение «рахим», проявляющее милость, милосердие. Подобно мы можем увидеть и в книге Ат-Тасриф или Занжане, известной книге «аррахимаху Аллах», где автор книги привел именно этот пример «аррахиман» бима'на «аррахим». Ибн Ашур, рахималлах, приводит в своем тавсире следующие слова Что касая слова «аррахима» имени «аррахим», то «сибу вайха» считал, что это одна из форм усиления, усилительных форм. И слово «аррахим» здесь по форме «фаил» сохранило свое указание или обозначение переходности. Однако другие не согласились с подобным мнением, но мы ограничимся сказанным. Просто другие считают, что «аррахим» — это тоже «суфатин мушаббатом», подобное слово «рахмана», которое мы уже разобрали. Остается сказать, что «аррахим» — это тоже «исмун суляфиун мазидн бихарфин ба'дал айн». Трех букв на имя в основе с добавлением одной буквы после айна, то есть после второй корневой буквы, буквы «ха». А именно добавление буквы «я в Аллаху а'дам». Субтитры создавал DimaTorzok